Парни, девчонки, всем привет! Сегодня отличный воскресный вечер, 12 марта. Сегодня у нас будет Nissan Qashqai 2013 года выпуска. Пробег у автомобиля 96 тысяч километров, комплектация LE+. То есть, это топовая комплектация. Сегодня она на рынке стоит 1 миллион 450 тысяч рублей. Куплена она же была владельцем за 1 миллион 300 тысяч рублей. Но прежде чем начать это видео, я хочу сделать небольшое такое обращение ко всем подписчикам, Они же акционеры канала. Друзья, нас наконец-то набралось 20 тысяч человек. Во вторник, 14 марта, у меня день рождения. Будем считать, что это отличный подарок для меня. Мы запишем ролик, типа ответа на вопрос, обратная связь. Поэтому, если что-то есть на любые темы, пишите в комментариях к данному видео. Ну а мы начинаем. Ну начнем, как обычно, с внешнего вида. Друзья, автомобиль моего друга снимает сегодня также он. Поэтому, если будут какие-то претензии по качеству съемки, прошу прощения сразу. Я ему задаю простой вопрос. Почему именно Qashqai? Ответ, как всегда, в принципе, у всех один. За эти деньги, которые стоил автомобиль, и при его условии, там, да, то, что это полноприводный кроссовер, он нафарширован здесь, кожаное сидение, круговой обзор. Это было единственное, что можно было взять. Все остальные автомобили по цене уже выше. Конечно, автомобиль некрасивым назвать нельзя. Но согласитесь, то есть для города тачка такая симпатичная, комфортная. И самое главное, знаешь, это стиль, это унисекс. То есть на ней может есть как и мужик, так и женщина, так и девчонка, и мальчик. В принципе, машина настроена на всех. В городе на этом автомобиле очень комфортно передвигаться за счет того, что он нездоровый. Клиренс у автомобиля 200 миллиметров, друзья. 200 миллиметров для вот двора это вот. У нас идет биксеноновая оптика, дневные ходовые огни у нас диодные. Самые частые претензии бывают у нынешних, так сказать, потенциальных владельцев. То, что линейка Nissan, Qashqai, X-Trail, Pathfinder, они взяли и все сделали. Автомобили все одинаковые, в том числе и Murano. То есть, если вдалеке поедет Qashqai, то можно даже, знаешь, человек, который никакого отношения к Nissan не имеет, никогда на них не ездил, он может подумать, что это X-Trail. Либо же поедет X-Trail, его можно перепутать с Qashqai и так далее. В этом, конечно, может быть есть минус, но в тот же момент, например, у линейки BMW та же самая история. И там это минусом не считается. Давайте сейчас обратим внимание на подкапотное пространство, проговорим, что у нас здесь вообще бывает. Друзья, в нашем случае нас встречает двухлитровый бензиновый двигатель. Работает он, конечно же, с вариатором 144 лошадиные силы. Ну, что такое это? 144 лошадиные силы, разгон до сотни 10,5 секунд. То есть, это не быстро. Нормальная крейсерская скорость для автомобиля, чтобы по динамике, чтобы отклик на газ был, это примерно 60-80 километров. Ну, то есть, городской такой некий режим. Можно нажать, машинка поедет. Если же, конечно, говорить о трассе, 130 газ в пол. Ну, ничего ждать здесь не приходится. Максимальная скорость автомобиля 182-187 километров. То есть, кто как. Вот владелец проговорит, что он разгон до 190 километров. Есть 1,6 дизельный. Тоже та же самая история. Расход бензина, конечно, там будет пониже. В нашем случае бензиновый двигатель ест в городе примерно 10-12 литров. Про трассу я не говорю, потому что на трассе кто-то может ехать и 90, и 110, ну и по-разному. Вот. Дизельный же разгоняется примерно 11 секунд до сотни. И есть двигатель 1,2. Это вообще самый такой овощной двигатель. Он, конечно, идет с турбиной. Тем не менее, разгон там за 13 секунд. Ну, что-то там 12,9-13. В общем, он, я так понимаю, для пенсионеров, либо, например, для девушки. Для жены, знаешь, чтобы никуда не спешил. Зачем тебе это нужно? Вот. И машинка с небольшим двигателем. Пожалуйста. Одно могу сказать точно и с уверенностью. В общем, жаловаться на двигатель здесь не приходится, на его надежность. На все остальное в подкапотном пространстве. Сколько я не читал отзывов, особых нареканий у людей нет. Что, знаешь, там что-то сломалось. Сегодня даже, знаешь, многие могут пожаловаться на коробку. Вариатор. А, вот вариатор, друзья. На сегодняшний день вариатор это, в принципе, уже нормальная коробка. Ошибок по ней уже особых нет. Это раньше, там 10 лет назад, да, на Тианах можно было встретить жалобы, что ломается. Сегодня люди есть, в 96 тысяч пробега. Пока что нареканий никаких нет. Соответственно, подкапотное пространство, в принципе, можно назвать надежным. Останавливаться мы на нем не будем. Пойдем дальше. Вот, опять же, у нас тут рычаг, да. Но неудобно. Не всегда удобно им пользоваться. Касаемо лакокрасочного покрытия. Вы все уже прекрасно знаете то, что у японцев это слабое место. Но, опять же, в наших условиях климатических машина подвергается большему износу, нежели чем в теплых странах, где дождь-то за редкость. Поэтому сколы по автомобилю есть. На них мы особого внимания обращать не будем. Шумоизоляция. Многие, конечно, на нее жалуются. Но если зайти на форум владельцев, многие отмечают то, что достаточно сделать сумоизоляцию арок, и уже этот вопрос будет решен. По кругу тоже многие делают. Но чаще всего, конечно же, ездят как ездят. Диски 17-е, передняя подвеска типа Macpherson. Значит, на что здесь нужно обращать всегда внимание? Всем рекомендую абсолютно. Не обязательно, чтобы ты был владельцем именно Qashqai. Любой Nissan, Tiana, Qashqai, Murano, X-Trail. Штупичный подшипник. Плюс стойки стабилизаторов. Стандартная проблема. Обычно она как раз происходит к износу около 100 тысяч километров. Если менять по оригиналу, смотри, вот оригинальный подшипник будет сам стоить 15 тысяч рублей порядка. Ну и плюс замены в официальном дилере, я думаю, тысячи три-четыре точно возьмут. Есть аналоги, они стоят порядка 5-6 тысяч рублей. Но, подчеркну, эта проблема часто. Она присутствует на всех Nissan, поэтому должен с ней быть знаком. Также есть нарекания на стойки стабилизаторов. Они недорогие, но, тем не менее, меняют также по гарантии. Как я уже сказал в самом начале, клиренс у автомобиля 200 миллиметров. Есть, конечно, модели с дизельным двигателем. По описаниям они идут с клиренсом 185 миллиметров. Это очень удобно во дворах. То есть, допустим, ты приехал, знаешь, какой-нибудь новый у тебя микрорайончик, либо дом, все, места забиты, куда-нибудь надо залезть на тротуар. Да, ты скажешь, это неправильно, тротуар, нельзя парковаться. Тем не менее, этот автомобиль тебе такую возможность дает. Высокий просвет, то есть, соответственно, посадка в автомобиль будет тоже удобная. Задняя подвеска у нас независимая, многорычажная. На нее, в принципе, нареканий никаких нет. Частый вопрос, знаешь, какая здесь подвеска, как она у нас сейчас настроена. Мягкая, жесткая, кто что говорит. Одни говорят жесткая, другие говорят мягкая. Вот владельцы считают, что она у нее идеально сбалансированная. То есть, она у нее не мягкая, не жесткая, то есть, ну, то, что нужно. Я же считаю, то есть, по своему опыту покататься. Для города подвеска, во, за глаза. Опять же, если брать какие-то разбитые дороги, друзья, ну, машина сделана не для разбитых дорог. Поэтому, если у тебя в городе буйраки, особенно вот сейчас по весне, когда все растаяло, вместе с ним асфальт, ямы, ну, естественно, будет некомфортно. Переходим к задней части автомобиля. Здесь нас встречают диодные фонари. Вот внешний вид, да, вот если с бачка встать, ну, по мне симпатичен, на самом деле. Вот кому что, но мне вот какие-то отголоски, знаешь, как-то напоминает Lexus. Особенно новый Qashqai, который должен выйти. Там у него, говорят, такая X-образная решетка радиатора будет. Что-то в этом есть. Давайте посмотрим сразу багажничек наш. Он у нас не такой на самом деле огромный. 430 литров. Сложим сразу с вами вместе задний ряд сидений, чтобы понять, что при необходимости в автомобиле становится, в принципе, достаточно места. Положить сюда что-то, нагрузить можно. В тот же момент, подчеркиваю, это кроссовер для города. Я считаю, что положить сюда какие-то там вещи, там продукты из магазина. Вот человек-то предоохотник, у него здесь собака периодически передвигается, еще какие-то такие, ну, сами понимаете, походного рода вещи. Все можно, укладывается без проблем, поехал. Не отходя от кассы, сразу давайте сядем назад, посмотрим, что у нас здесь предусмотрено вообще, в принципе, для пассажира. Присаживаться в автомобиль в принципе удобно, но, подчеркиваю, в грязную погоду, конечно, как обычно, можно черкануть джинсами о пороге. Владелец ростом 1,86 м, сиденье откинуто назад, поэтому сидеть за ним не очень комфортно. В тот же момент, если ноги раскинуты в разные стороны, ну, можно передвигаться. По городу, в принципе, комфортно будет, особенно если у вас сзади сядут просто дети, там, ну, невысокого роста. Подлокотник присутствует, в автомобиль покажу, как вот сидеть. То есть сел, поставил себе чай, водички, ну, кто чего, задний воздух, обдув есть. В принципе, сидеть можно. Подчеркну, автомобиль у нас оснащен панорамной крышей. А это, знаете, что за история? Это история из серии, когда ты приходишь в салон, стоит новая машина, ты такой подходишь назад, садишься. Да, ты будешь водителем, ты будешь всегда ездить за рулем, но в салоне садишься назад и видишь крышу панорамную. Что приходит в голову? Прикольно, да, неплохо. Но в жизни ты никогда ей пользоваться не будешь. Максимум, кто сможет воспользоваться панорамной крышей, это твои дети, либо пассажиры, которые сядут сзади, кратко говоря. Она здесь нахрен не нужна, пользуются в нее ноль. И снова магия монтажа, и мы находимся уже в автомобиле. Друзья, все хвалят качество отделочных материалов. Вот почитаешь отзывы, все, блин, понравилось качество отделочных материалов. Я же могу отметить то, что центральная часть, да, торпеда, она, в принципе, хорошая, мягкий пластик. Подчеркиваю, не скрипучий он, когда ровная дорога, да, хорошие условия. В зимнюю погоду скрипы по-любому будут присутствовать. Особенно они будут присутствовать, когда ты едешь по неровностям. То есть машина ходит, играет, может это все проявляться. Обратите внимание на руль. 96 тысяч пробега, это гарантийный случай. То есть вот эти вот облазания, это все должны иметь по гарантии. Поэтому, если вы с чем-то подобным сталкиваетесь, обязательно приезжайте, обращайтесь, пишите письмо. Это была целая отзывная кампания. Ну, не отзывная кампания, а известная проблема конкретно с Ниссанами, с их рулями. Еще упустил один такой факт. Автомобили с красным цветом, вот у них там бывает гарантийный случай, облазит капот. Вот у меня у товарища красный автомобиль, то есть вся история повторилась, лак облазит. Поэтому имейте в виду, когда покупаете новый автомобиль, уточните обязательно у дилера. Они вам, конечно, могут рассказывать о том, что проблема уже устранена, тем не менее, она сегодня еще встречается. А так, во всем остальном по автомобилю, в принципе, сделано добротно, симпатично. Новая панель идет, читаемая хорошая, то есть тахометр, спидометр, все это на глазах. С кнопочки заводится, мультимедиа, навигацию поддерживают, 4 камеры выводят. То есть, знаешь, все такие навороты, пластик глянцевый. Вот это мне больше всего не нравится, потому что, когда машина новая, да, действительно, это смотрится классно. Сейчас же, вот мы даже помыли машину, все равно царапки остаются, ляпки есть. То есть, такой трепетный, знаешь, нужно постоянно такой уход за ним. Либо же оклеивать какой-то пленкой защитной. В общем, обрати на это внимание сразу. Далее, фишек, в принципе, в автомобиле стало больше. Электронный ручник. У нас вот есть система полного привода. Можно включить просто передний, можно включить автоматически, можно включить принудительно полный привод. Значит, это такая, знаешь, лог-система, такая блокировочка, так называемая, включается. Но она работает до 40 километров. По качеству сборочки, смотри, если вот пошатать, конечно, может быть, это где-то ходит. Но я и шатаю так-то, не вот, не пальчиком. В тот же момент, когда мы сейчас это все нажимаем, особых, знаешь, сверчков нет. Подстаканники имеют кондиционер, то есть, можно открыть, будет обдувать их. В остальном же, ну что, на сиденье можно отметить, да, всех вас, специально, NASA, NASA разрабатывали сиденья. Ну да, разрабатывали, я сажусь. Удобно, но прям, знаешь, так вот, сказать, какого-то, ах, там, супер, и не могу. Надо, конечно, прокатиться на этих сиденьях, там, пару тысяч километров, тогда будет понятно, действительно ли они удобно, или это просто какой-то маркетинговый ход. Друзья, мы отправляемся с вами на тест-драйв. Сейчас посмотрим, что автомобиль из себя представляет. Смотрите, стоит сейчас зимняя резина. Гул присутствует, отчетливый. У него резина сейчас просто, на самом деле, не очень хорошая, поэтому к ней еще претензии могут быть. Перед нами сейчас лежит ближайший полицейский. Проезжаем. Ну, знаешь, в принципе, мягко. Ну, опять же, это ближайший полицейский был. Если влететь в яму, в яму колесом, можно, конечно, и пробить подвесочку. Оп-оп, нормально. Обзорность у автомобиля отличная. То есть зеркала большие, внутреннее зеркало. Кузов сам по себе устроен так, что, в принципе, все видно. Смотрите, покажу дорогу. Значит, мы едем 50, нажимаю в пол. Задержка, ну, характерная для вариатора. И вот машина поскакала. Ну, сколько? 80 только набрали. О чем это говорит? О том, что все-таки 2 литра, это слабовато. Набрав 80 километров, сразу чувствуется гул в автомобиле. То есть шум, вот действительно, прямо шум идет именно от арок. Что спереди, что сзади. Автомобиль, крейсерская скорость, он, конечно, не больше 160. И то, да. Если ехать по хорошей дороге, в сухую погоду, 190. Я вот владелец спрашивал, говорит, сколько ты? Ну, говорит, ну, 190 разгонял. Ну, уже ладошки, конечно, были влажненькие. А так сидеть в автомобиле комфортно. То есть все понятно. Вот положил руку на селекторопереключения. Подлокотник удобный. Поэтому попутешествовать на машине действительно будет в удовольствие. Вести общий итог за вождение. Ну, машина комфортная, машина адекватная. Руля слушается. Поэтому больше про нее сказать то, что, знаешь, она там изумительно управляется. Я бы не сказал. Ну, все, что нужно от машины требовать, она тебе все дает. Сел, завел, поехал. Машина на каждый день. Самое главное, ты с ней не будешь делать мозги. В том плане, ты, знаешь, проснулся, а вдруг не заведется. Все у тебя здесь заведется. Все проблемы, которые есть, их сейчас можно пересять по пальцам. В тот же момент, знаешь, владелец что-то отмечает. Говорит то, что все вроде бы есть. И камера, и то, и все. Но подочечника нет. То есть очки положить просто-напросто некуда. Каких-то, знаешь, явных минусов. Ну, есть люди, которым не понравилась машина. Да, вот он ее взял, ездит на ней. Но ему все не нравится. Она вот ему шумная, она не управляется. На дороге на большой скорости плохо себя ведет. Такое тоже встречается. Но чаще всего по отзывам людей, я вам могу сказать одно. То, что 90% машины довольны. То есть все они отмечают одно. То, что машина соответствует цена-качество. То есть претензий у людей к автомобилю нет. Но процент недовольных всегда присутствует. Тест-драйв закончен. Подводя итоги за автомобиль, могу сказать следующее. Косяков вот мелочных у автомобиля достаточно. Но давайте мы вам сейчас покажем один из примеров. На который, вот если, знаешь, можно было бы сделать отдельный видеоролик. Такой 10 косяков Nissan Qashqai. И чтобы можно было бы к чему докопаться. Ну, допустим, качество сборки. Вот подлокотник, ну не подлокотник, а рукоятка для открытия двери. Вот она ходит. Вот именно с этой стороны. Вот как-то не затянуто сделано. То есть словно она должна была стать вот так, да? Она здесь лазит. С водительской стороны такого нету. Дальше. Я уже сказал то, что не все кнопки подсвечивают. Сказалось бы мелочь, но так оно и есть. Автомобиль стоит сегодня полтора миллиона, ну практически. Датчика уровня омывающей жидкости у автомобиля тоже нету. Одно могу сказать точно. Машины всегда будут довольны люди, которые либо непридирчивые, либо пересаживаются с автомобилей более низкого класса. Например, ты раньше ездил там на поддержанных машинах, особенно если это был седан. И тут у тебя появилась прекрасная возможность взять себе, допустим, Qashqai. Да, в этом плане для тебя это вообще будет земля и небо. Ты будешь наслаждаться автомобилем, тем более новым, от ТО до ТО. Но, подчеркну, друг мой, одно, если ты когда-то столкнешься с какой-то проблемкой на автомобиле, на сервис, а именно на качественное обслуживание, не рассчитывай. Здесь такая поговорка. Купил Nissan, играйся с ним сам, скажем так, даже без мата. Здесь это действительно присутствует. Вот даже с рулем прийти сейчас обратиться. Тебе скажут, что это какой-нибудь естественный износ, ты кольцом там нацарапал. Я вам сказал то, что красные автомобили, облазит краска с капота, то же самое, ты придешь, они могут начать тебе рассказывать про агрессивную среду. Те же самые, допустим, ступичные подшипники загудят, тебе нужно будет доказать, что это гудит. То есть ты слышишь, все слышат, но тебе могут сказать, да не, все нормально. Поэтому все нужно будет постоянно доказывать. Во всем остальном к машине больше придраться не к чему. Можно ее, в принципе, смело покупать. При условии того, что, смотрите, сегодня она стоит 1 миллион 450 тысяч максимальная комплектация. Я вам даю гарантию, что сбить с этой комплектацией можно 1800. Друзья, это был Nissan Qashqai. Пишите ваши комментарии по автомобилю, что вам в нем нравится, что не нравится. Если вы владелец, обязательно кратко напишите вашу историю за автомобиль, почему его взяли, с какими косяками столкнулись, если вы с ними столкнулись. Эти отзывы всегда будет интересно почитать людям, которые присматриваются к автомобилю. Что я советую всем тем, кто хочет автомобиль купить, посмотрите обязательно комментарии. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите комментарии. Следующее видео у нас, по идее, выйдет во вторник. Это с ответами на вопросы. Ну а следующее, на что будем стараться, Land Cruiser 200. Нужно его снять. Постараюсь сделать все это дело на выходных. Обязательно подписывайтесь на инстаграм канала. Срастется, не срастется. Все вы узнаете именно оттуда. Там я выкладываю обычные анонсы. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. Пока-пока.